Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире авторская программа «Разговор по делу». Веду ее я, Андрей Усенко. А в гостях у меня сегодня Андрей Алтынбеков, руководитель дилерского центра компании «ГИА» в Кировской области. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Ну вот, программа называется «Разговор по делу». И, собственно говоря, первый вопрос, который я всегда задаю своим гостям. Что является вашим делом? Что вы для себя таковым считаете? Ну, наше дело, стат ему дан был, наверное, 2005 год. Сегодня у нас 16 лет нашему коллективу. И дело, которым мы занимаемся, нашей командой, в общем-то, сплоченной, увлеченной, я бы назвал его «Помощь аграрием» в достижении целей по производству молока, качественному молоку. Ну, а наша команда, она, в общем-то, заинтересована в успехах данного дела. Мы увлечены всеми процессами. Поэтому какого-то зарабатывания денег, как это сейчас, можно, наверное, правильно выразиться, нет такой цели. Но больше, так скажем, мы получаем удовольствие о том, что наши объекты возникают в результате нашего труда, нашего дела. Поэтому объекты довольные наши клиенты. Поэтому вот это дело такое, не только поставка, конечно. Ну, вот 16 лет, это можно назвать уже делом всей жизни, с учетом-то вашего достаточно молодого возраста? – Относительно, да, это считается ведь даже десятилетний срок таким отрезком жизненным. А здесь уже 16 лет этому посвящено. Да, это, наверное, так. Тем более мы видим довольно-таки перспективное будущее, не скрываем этого. Поэтому я надеюсь, это еще не предел. – Ну, вот, чтобы нашим слушателям было более понятно, о чем идет речь, вы сказали о тех объектах, которые с вашей помощью появились в Кировской области, и не только в Кировской области, насколько я знаю. Ну, несколько для примера назовите, ну, чтобы масштаб можно было представить. – Конечно, мы посвятили эти годы Кировской области, больше скажу. Незначительное было отвлечение на север, и мы будем развивать это направление. А так, с Кировской области, это, конечно, с юга на север вся, и с запада на восток. Малмышский район начинался. – Ну, объекты конкретно. – Объекты конкретно. Из последних значимых, конечно же, с огняком стоит агроферма Немский, Немского района Апаха-Дароничи. Эта мегаферма, она одна из самых крупных в Приволжском федеральном округе. – На сколько голов? – 3000 голов молочного скота, эта ферма. Далее можно назвать, конечно же, это объекты Кировского молочного комбината, находящиеся в Орловском районе. Сегодня агроферма «Коршик» мы гордимся данным объектом, который действительно был создан около 8 лет назад, 7 лет, значит, где применились современные технологии, одним из первых предприятий. Сегодня, безусловно, у нас один из важных объектов строится в племзаводе Октябрьский Куменского района. Это будет третья по масштабам страны ферма роботизированная. – В масштабах страны? – Да, в масштабах страны с поголовьем 2400 голов. Причем, как вы знаете, Октябрьский – это, значит, вот, я назвал два холдинга наших ведущих, да, то есть, Октябрьский занимает такое обособленное место. Он у нас третий на сегодняшний день по производству молока в регионе. И он действительно данный племзавод, да, очень достойный. И будет, он уже входит сегодня в 100 лучших предприятий России. Ну, и мы очень гордимся, что это наш, так сказать, клиент, друг и партнер. – За эти 16 лет, вот, вы назвали то, чем гордитесь, были сложности, с которыми сталкивались, которые запомнились вот так, что прямо запомнились? – Ну, прямо сложности, и они возникают в работе таких, прям, чтобы кризисных моментов, наверное, нет. – Не знаю, рост курса долларов, который там привел к тому, что невозможно поставить оборудование или… – Ну, наверное, было бы это как-то на нас отразилось, если бы мы работали в компании, там, не такой, так скажем, глобальной, а, если интересно, слушателям компании Гео расшифровывается как глобальный инжиниринговый альянс. – Соответственно, глобальность – это, наверное, позволяет нам переживать сегодня какие-то скачки доллара, повышение цен на металл с меньшим, так сказать, влиянием на деятельность. За нами стоит серьезный партнер мировой, поэтому есть о нем много что рассказать. В нашей жизни этот альянс играет важную роль, в общем-то. – Как удалось выстроить отношения с столь значимой международной компанией? – А вот история интересная, мы, даже так случайность помогла, мы с Алексеем Петровичем Логиновым, ему большое спасибо, он оказал большое влияние на нашу деятельность, вот, хотим отдать должное Алексею Петровичу. И вот однажды, работая в поселке Костино, мы уже работали у него, и мы взяли объект, карусель немецкого производителя, на то время она называлась «Вестфалия Сёрдж». И вот совершенно случайно мы смогли, не имея какой-то поддержки со стороны немцев, мы взялись за этот объект, на тот момент еще не были они нашими партнерами, и мы собрали вот эту карусель на основе, значит, энтузиазма какого-то. Вот Алексей Петрович тогда, значит, сделал много для этого. И руководитель Владимир Валентинович Яговкин в то время, он доверил нам, в общем-то, эту работу по сбору оборудования, и мы ее сделали отлично. Через некоторое время компания уже Геа, они в «Вестфалия Сёрдж» пошла в этот альянс, и они приехали, сказали, нам понравилось, как вы сделали. До сих пор, кстати, эта карусель надежно себе, собранная нашими руками, работает, надежно себя ведет, оборудование там работает в Костино. И, в общем-то, они приехали в 2009 году в Киров, сами нашли нас, сказали, давайте, мы хотим с вами сотрудничать. И вот так, в общем-то, получилось. Слушайте, ну вот на самом деле бытует же мнение, и даже там в школах учат детям, детям рассказывают, что молочное животноводство – это там большие фермы, много коров, доярки, которые, значит, там рано утром с ведрами сначала пустыми, а потом полными возвращаются. Что такое сейчас молочное животноводство на самом деле, и что такое производство молока? Но не на 15 минут лекцию, а коротко. Да, сегодня уже ситуация поменялась, студенты в сельхозакадемии, в наших других учебных заведениях немножко удивляются. Информация, конечно, не совсем доходит до обывателей, что на сегодняшний день, кто доит коров и так далее. Применяются современные технологии, как можно меньше человеческого труда, если в двух словах. Все уже поняли, что это пищевая промышленность, к молоку от коровы до бутылки молока, как можно меньше нужно человеческого участия. Поэтому все процессы автоматизируются. Конечно, идет все с Запада, они лидеры, они уже, как говорят, на 20-30 лет уже впереди все равно у нас. И поэтому автоматизация, она уже давно внедрена была в Европе, на Западе, а мы сегодня уже, так скажем, чуть-чуть попозже стали ее внедрять, применять. И постепенно сегодня, в общем-то, современные комплексы с минимумом, как я повторюсь, доярок в основном, тяжелый труд заменяет техника. Слушайте, а почему вот такие большие комплексы, там, 2300-3000 голов, то есть, чем это вызвано? Ну, в общем-то, это вызвано успехами, в общем-то, мегакомплексов. Например, «Американский путь» сегодня неплохо показывает себя. То есть, там строятся мегафермы, которые, в общем-то, автоматизированы, и на большой территории скот собирается в одной точке, и какая-то, значит, кооператив занимается, да, на приросте молока. Думаю, что, в общем-то, в России у нас вот эта система внедрена успешно, есть мегакомплексы, но и также мы черпаем и из Европы, где больше развито фермерское хозяйство. То есть, в России, в принципе, смешанная система прироста молока. Я думаю, что это правильно, стремится к гармонии, гармонично сочетается и фермерство, развитие фермерства, и мегафермы. Ну, вот вы сказали, что европейцы, там, на 20-30 лет, как правило, там впереди. Соответственно, а на данный момент что ждет молочное производство, что сейчас в передовых технологиях, и что вы хотите привести в Россию, так скажем? Ну, вот специально перед нашей беседой поговорил с несколькими аграриями нашими, с руководителями, то же самое спросил, думаю, о чем говорить. Поэтому они ждут, они ждут применения современных технологий. Очень хотим, говорит, внедрять, давай, Андрей, помогайте нам, потому что за роботами, например, в доении, да, в производстве молока, за роботами будущее, вот об этом говорят наши партнеры. Единственное, что, конечно, есть там сдерживающие факторы, это дорогое строительство на сегодняшний день ферм, помощь государству тоже финансируют, тоже наши партнеры аграрии отмечают, что она недостаточная. Поэтому не дают нам, так сказать, вот эти факторы, прямо семимильными шагами брать роботов, строить фермы. Слушайте, ну а вот эти современные технологии, цифровизация, искусственный интеллект, пришли уже в молочное производство? Или пока только роботизация? Нет, они уже пришли, автоматизация, то есть роботизация, это, конечно, замена ручного труда, а компьютер, автоматизация, вычисление здоровья у животных путем внедрения датчиков различных, которые эту активность показывают в животных и их состояние здоровья, то оно, конечно, уже внедряется и внедрено. Я думаю, что вот как раз мы как начали заниматься в 2005 год, в Кировской области был нацпроект развития АПК, а вот в те времена, в общем-то, уже и в Кировской области не зря показывают хорошие результаты по производству молока по России, в общем-то, и поэтому на нас уже обращают внимание, вот автопробеги заезжают с 2019 года, стали федеральными. О автопробег мы с вами поговорим отдельно. Сейчас я хотел бы вам задать такой, ну, провокационный вопрос. Но все равно это очень дорогостоящее производство, строительство фермы, содержание животных. При этом достаточно активно развиваются, ну, такие технологии искусственных продуктов. В России уже доступно даже искусственное мясо. Вот вопрос провокационный. Исчезнет ли когда-нибудь производство молока от коровы, или таким образом оно и будет производиться? Ну, я слышу, да, конечно, в средствах массовой информации об этой теме много говорят, но вот сейчас мы опять же об этом автопробеге говорим, это как раз энтузиасты, люди, которые верят в корову, верят в ее натуральное молоко и борются, так скажем, с теми источниками, кто говорит, что молоко вредно от коровы и надо заменять. Поэтому не думаю, что заменят и будет как-то... Очень много есть, ну, говорю, много статей на эту тему. Футуристы, как правило. Поэтому корова, в общем-то, испокон веков производила молоко. Сейчас мы, человечество, тем более, говорю, научилось качественно добивать это молоко, перерабатывать это молоко. Но мое мнение нет, что пока угрозы нет, но надо об этом говорить, и я вижу, что... Ну и пропагандируют. Пропагандируют, да. Помните, ведь мы в свое время говорили о том, что в целом ряди от тех же западных стран есть вообще программа употребления молока в школах, в детских учреждениях в обязательном порядке. Да. И в Советском Союзе вспомним как бы эту практику. Конечно, безусловно. Как Вы оцениваете состояние, назовем это, индустрии молочного производства в Кировской области? Безусловно, мы движемся в положительном направлении. Меньше, я считаю, вот в 2005 году мы с Алексеем Петровичем, я вспомню, те годы, очень много говорили о вымирании колхозов, там, тут банкрот и так далее. Вот, ну, замечу, отмечу, что, наверное, в современное время об этом стало ли меньше мы говорить, то есть уже предпринимательская среда во данном секторе развивается. Ну, мы в современное время говорим о миллионе тонн уже. Да, 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 поэтому, слава Богу, что меньше и разоряется хозяйство, крупные предприятия помогают младшим, так сказать, более мелким хозяйствам, берут их на поруки, там, например, ну, опять же, оба холдинга наших молодцы, они поддерживают село и развивают. И также, конечно, крупные предприятия, не входящие в холдинг, есть замечательная плеяда молодых руководителей, которые чувствуют тенденцию, тот же вот, ну, Александр Николаевич Росляков, мы с ним президентскую программу закончили, повышение квалификации кадров, и очень много нам дали наши учителя по менеджменту, по предпринимательству, бизнес-планы мы составляли, экономические знания. Ну, вот теперь вернемся к вам непосредственно, не к самой индустрии. Шестнадцать лет компании, во сколько лет вы начинали, получается? – Так, ну, где-то, получается, 24-25 лет. – Вот сам себе какие изменения за это время видите, ну, кроме возрастных? – Ну, сложно себя, да, оценивать, может. – Не с точки зрения хорошей, с точки зрения того, что вы объективно сами в себе, в чем вы изменились? – Коммуникации, конечно, тот опыт, который вот общение с большим количеством партнеров, поставщиков и покупателей, мы именно занимаемся не только там поставкой, купе, продая, вот именно обслуживанием. Это помогает, действительно, дело-то, вот как мы в начале разговора говорили, дело развивать. У нас, например, не только, как повторюсь, там, привезти товары поставить, у нас именно сопровождать. Мы очень много сейчас специалистов взяли на работу, чтобы именно проводить консалтинг аграриям по вопросам здоровья животных, генетики, например, консультации даем в вопросах менеджмента ферм, в вопросах экономики. Вот у нас замечательные, значит, наши партнеры приезжают, собирают семинаров, очень много проводим. Ну, вот в этом плане я свое развитие увидел, безусловно. – Вообще компания из какой в какую превратилась? – Даже, наверное, с точки зрения показателей, то есть у нас были показатели сначала вообще, вот мы приезжали на эти встречи, например, дилеров по России, там, первое. Так мы вообще очень скромно себя, мы там из 40 дилерских центров занимали, наверное, 30-е место, вот так вот. Ну, отмечу результат. Два года назад мы заняли первое место по России. То есть сегодня мы входим в топ-6 предприятий, вот сейчас будет встреча дилеров в ближайшее время, но мы знаем, что мы оценку снова заслужим такую хорошую и займем даже в только планируем войти по России. – Сколько человек работает в компании сейчас? – Сегодня у меня трудится 15 человек в компании. Начинали с пяти, извиняюсь. – Как ситуация с кадрами? Потому что все предприниматели, с которыми я разговариваю, отмечают последние, вот, наверное, начиная последний вот этот год, что основная проблема – это уже стали не контрольные органы, не налоговая система, не банковские кредиты, а основной проблемой становятся кадры. Как у вас ситуация? – Вот у нас, например, ситуация, что если мы лет 7-8 назад пытались найти кадры и как бы не могли этого сделать, был дефицит кадров, то сегодня, например, у меня наоборот очень большой, ну, лежит на столе список резюме. – Могу сказать, что у вас уникальный случай. Откуда? Это наше учебное заведение или это люди, которые, например, люди из села уехали и готовы у вас работать теперь? – Да, есть просто люди, в общем-то, которые ищут работу. Может быть, это наоборот проблема, что нет работы сегодня, например, для многих. – Ну, вы знаете, вот здесь как раз предприниматели говорят о том, что работа есть, а работать некому. Очень сложно найти сейчас персонал, и это становится ну, такой действительно серьезной проблемой. Ну, у вас ее нет, я за вас рад. – Тут, наверное, я отмечу специфику нашей деятельности. Если у нас не так широко, там это не магазин такой прям розничный, то здесь у нас надо специфический подбор кадров иметь. – Хорошо. Я знаю, что вы занимаетесь не только своей компанией, но и в целом ситуацией в отрасли. И вы уже не один раз упомянули проект «Автопробега дорога молоку». Что за автопробег? Что за дорога молоку? Как это? Что это? – Начался он довольно-таки давно. Я просто вот тоже обратил внимание в интернете, почему к нам не заезжают. Думаю, ездят по другим регионам. – А в чем суть тогда? Сначала давайте начнем. – Ну, популяризация, конечно, производства молока, натурального молока. – А кто едет? – Едут большой спектр участников по их интересам. То есть, это и фермеры, это и руководители агрохолдингов России, это и поставщики техники всех услуг для аграриев, это едут эксперты молочного отрасли, переработчики. Ну, просто список очень широкий. Меньше 50 экипажей автомобильных не собирается. Наоборот, растет количество участников. – Это ежегодный проект? – Да, это ежегодный проект. Он за счет вот популяризации, своей раскрутки, он начинает все больше участников собирать, несмотря на пандемийные годы, вот здесь последние. Поэтому с интересом… – Как он попал к нам? – Да, вот начал я так тоже… Есть у нас несколько тоже интересующихся вот этой проблематикой в аграрном сообществе людей, мы так созвонились. – Почему бы и нет? – Почему Кировского объезжают? – Да, там… – Он, говорю, еще раз лет десять начался, и вот год из года все мимо как-то, все мимо нас. Уже и в Канаду они съездили и так далее. Ну и мы сходили в наш Минсельхоз, поговорили с нашим министром Алексеем Алексеевичем, он поддержал эту идею, сказал – съездите, мы готовы, письмо написали. Ну и вот в 19-м году… Извиняюсь, в 19-м году я что-то… Потому что свежий пробег вот участвовал. А в 19-м году мы это смогли провести, причем очень, я считаю, хорошо получилось. Стаб был именно дан на этой театральной площади у нас, и совместили мы с праздником День молока для Кировчан, для всех районов. Вот сегодня, например, чат у нас создан АПК-43, многие говорят, почему надо бы снова повторить именно этот День молока, потому что на театральной площади в наши все палатки приехали фермеры, все переработчики встали, очень было активное участие, и всем понравилось. Потому что мы смогли и федералам, и экспертам… – Как оценили те, кто был в составе пробега к Кировской предприятия, молочная производства? – Очень хорошо, потому что мы вот сейчас в 21-м году ездили в Ленинградскую область, и я с этими же участниками того праздника разговаривал, и говорят, «О, это кировчане, вы уже давно вперед убежали». Это говорили и башкирские предприятия, и удмуртские, вы говорили, мы вас не догоним. Но, в общем-то, они именно, эксперты, оценили очень положительно. Я думаю, что кировские предприятия, может быть, тоже в чем-то увидели, нашли новые рынки сбыта, как вариант. Ну, я со многими говорил, сказали, что есть резон. Не зря, в общем-то, если бы не пандемия, он бы и состоялся, как и Алексей Алексеевич говорил, что мы ежегодно сделаем такой праздник. – Здесь, в Кирове? – Да. Ну, вот пандемийный год он не дал. Насколько я знаю, так. – Ну, а автопробег еще раз приедет к нам? – Да. Вот мы и сейчас говорили, что они уже по второму кругу, по некоторым областям пошли. Но им самим нравится там, где действительно… – Интересно хорошо принимают. – Да. – Тему развития региона. Вот недавно совсем я прочитал тоже интересное интервью нашего пивовара Курагина, так он сказал правильно на бренд региона-то как-то развивать. То есть, понятно, есть пивзавод с брендом, но, думаю, не меньше бренд – это вятское молоко, не меньше. – Возможно ли единым брендом-то его сделать при большом количестве производителей? – Слушайте, ну вот спрошу еще, вы мне перед эфиром нам сбросили информацию о том, что привезли в область пять быков производителей американской, по-моему, породы, да? Что это, для чего это, почему американская, почему? У нас же ведь в территории области несколько племенных хозяйств, которые поставляют даже в другие регионы. – Ну да, вот такая информация прошла. Мы, в общем-то, опять если вернуться про Ленинградскую область, она… мы приехали туда. Вот очень важный вопрос – это генетический потенциал, стадо вообще генетика, то есть, да, развитие от этого и производство молока тоже влияет на одну из очень важных факторов. И в Ленинградской области нам сказали, мы уже, значит, 10-12 лет внедряем, в общем-то, семя американских производителей, быков, активно работаем. И там, вот, в каждом хозяйстве мы где были, там, вот, везде хвалили данную генетику. Они достигли этих результатов, они считают, вот, в том числе, благодаря семени. Тут, конечно, вопрос импортозамещения, то есть, на сегодняшний день, ну, вот, и здесь совещания у нас были в Кировской области, такие, федерального масштаба, и не скрывали, в общем-то, эксперты все, что в этом плане, в плане, например, того же автоматического оборудования мы зависим от компаний и импортных, и в плане генетики мы тоже зависим. К сожалению, так. А вообще, вот, упомянули это, а санкции каким-то образом сказались на вот этой вот отрасли, на этой среде? Вот, наверное, я тут немножко похвалю, ну, наш дилерский центр и, в первую очередь, наших партнеров. То есть, вот, если говорить о компании Гео, о компании американской, World Wide Cyrus, с которой мы тоже сотрудничаем и возим генетический материал, да, то здесь, вот, благодаря все-таки, вот, бизнесу, налаживанию отношений между российскими, российской стороной, да, то наверняка и немцы там в Германии и американцы, которые сотрудничают с Россией, говорят о том, что вот в определенных сферах, конечно, санкции не вводятся и, слава Богу, пока ограничений в этом плане нет. Поэтому надеюсь, что вот там… То есть, пока на эту сферу никакие санкции не распространяются, на вас это не влияет? Да. Ну, я знаю, да, что это благодаря именно поддержке там… Лоббирования. …в тех стране, да, в тех странах лоббирования интересов и защита, так сказать, определенной от поставок. То есть, мы вот себя уверенно чувствуем в этом плане. Пока так. Коротко спрошу, а если бы ввели санкции? Вот, как вот это… Что-то вообще российского производства используется? Не готовы мы. Ну, вот я со своей стороны скажу, не готовы. Как крестьяне скажут, аграрий, я вижу, что мы не готовы будем завтра пересесть на российскую там генетику сперму для коров или там доить в бочки наши российские. Ну, в сегодняшний день автоматизация, например, процессов, доильная техника. Но это во всем мире ведь локализовано, если и делают в Германии лучше там доильные аппараты, то так и есть. Если, например, чипы сегодня для коров, те же компании закупают в Голландии, они сделаны для всего мира. Это международный рынок, понятно. Мы в нем и были, но, к сожалению, санкции теперь мешают нам в нем быть. Мы прервемся на короткую рекламу, после чего вернемся в студию и продолжим разговор по делу. Возвращаемся в студию. В эфире авторская программа «Разговор по делу». Веду ее я, Андрей Усенко. В гостях у меня сегодня Андрей Алтунбеков, руководитель дилерского центра компании «Гео» в Кировской области. Мы перед рекламной паузой говорили о том, что импортозамещение в той сфере, которой вы занимаетесь, практически отсутствует. Но это, наверное, проблема, которая, благодаря отсутствию санкций, не так остра. С другой стороны, есть проблема, которая непосредственно сейчас сказывается на всех. Это проблема роста цен. Причем, я так понимаю, это влияет и на строительство ферм, так как растут цены на стройматериалы. Выросли цены на металлы, и, соответственно, это сказывается на оборудовании. Дальше все это отражается на стоимости конечного продукта. Что по этому поводу можете сказать, что сейчас происходит в этой сфере? Конечно, мы понимаем, что в цене каждого литра молока, в том числе и наш труд, заложена покупка оборудования для фермера, например. Но мы видим, конечно, есть дисбаланс. Об этом наш учитель, мой, Алексей Петрович Логинов, всегда повторял при жизни, что обижают крестьян. Действительно, переработчик забирает вот эту маржу. В общем-то, еще и сети добавляют потом свою. Поэтому хотелось бы, конечно, как-то, если есть, регулирование цен закупочных у крестьян молока, чтобы они были достойные. Вот сегодня действительно ему нужно построить ферму с большим удорожанием из-за того, что стройматериалы начали расти в цене. Поэтому на молоко, которое он будет потом реализовывать с этой фермы, конечно, должна быть достойная цена. Как этого добиться? Каким-то регулированием, помощью и так далее. Это, наверное, уже задача нашей власти. Ну, непосредственно на вашей работе вот этот рост цен практически на все, сырьевые материалы, стройматериалы, на вашей работе сказался? Ну, конечно, на качественные материалы, как я вот уже говорил, санкции и так далее, не может немножко сказаться, потому что зависимость есть. Без доильного оборудования сегодня не подоить крово бескачественного доильного оборудования. Ну, смотрите, вот оборудование, которое вы поставляете, выросло в цене? Да, выросло. Из-за этого спроса снизился спрос на него или все равно вынуждены брать? Я думаю, мы это почувствуем попозже. Я вижу, ведь это весна была, да, на металл, предположим, это весна. Те, кто запланировал свои проекты и покупку оборудования, они, в общем-то, уже не остановились, продолжили покупать, отрегулировали другими механизмами, но заказы как бы не уменьшились. Посмотрим, наверное, на будущий год это какой-то будет отразиться. Хотелось бы, чтобы, конечно... Как будете противостоять этому? Какой план? План, ну, у нас, говорю, в первую очередь, это оказание не только продажи, а оказание услуг, сервис. Команда, в общем-то, готова. Мы и переживали разные годы. Например, отсутствие проектов тоже были годы. Крупных, больших и средних. Мы спокойно делали сервис, улучшали какие-то оказывания услуг, в общем-то, новые какие-то направления ищем в работе. Ну, и вот как раз тогда, переходя, у нас не так много времени осталось, переходя к вопросу перспектив. Не знаю, можно ли открыть какие-то коммерческие планы там ваших партнеров? Что, какие перспективы молочной отрасли в Кирове? Достигнем ли мы того показателя в миллион тонн? И что будет строиться? И самое главное, ваши перспективы, как вы их себе видите? Ну, конечно, наши перспективы зависят от перспектив наших клиентов, партнеров. Вот, поэтому давайте говорить о них. Я вижу перспективы достаточно положительные для нас, для аграриев. В общем-то, в первую очередь, в современных технологиях мы на правильном пути. Выбор технологий, выбор оборудования более современного. Это мы уже неоднократно убеждались, что приносит только пользу агропереприятиям. Мы надеемся, что те объекты, которые мы в Кировской области сделали, на них посмотрят новые. Новые объекты будут закладываться или уже закладывают? Конечно, конечно, уже ведутся проекты по новым объектам. Не остановились как-то крестьяне производители молока в этом плане. Поэтому обязательно будет идти, будем расти и мы, соответственно, улучшать качество. Для себя какие перспективы уйти? Для себя? Для себя лично. Ну, конечно, хотелось бы развиваться, может быть, еще увеличить наш штат, заинтересованных людей найти в этом бизнесе, как-то улучшить нашу материальную базу, чтобы, в первую очередь, конечно, хочется учебный класс какой-то создать, чтобы к нам приезжали аграрии и получали знания уже в уютной атмосфере, в приятной атмосфере и так далее. Ну и последний вопрос, Андрей, который мы будем завершать. Вот представьте, безграничные возможности у вас есть. Вот, безграничные. Что, в первую очередь, вы добавили бы в отрасль молочного производства Кировской области? Будь у вас безграничные возможности. Я не про деньги. Так понятно, безграничные возможности. Наверное, переработку. Вот, побывал где, в Европе и так далее, в наших других регионах. Очень нравится, когда переработка различного молока, оно более такое, ассортимент увеличен, сыры, давайте, вот тоже проблема, то есть, ну, с точки зрения, что у нас нехватка, так скажем, видов, качества и так далее. То есть, вот в этом направлении, ну, это, вообще-то, об этом говорят, что переработающие мощности нам надо увеличивать, ведь не зря, вот, я вам карту дефицита молока показывал последнюю, мы там с перифицитом, с большим сегодня выглядим. До половины вывозится же. Да, да, да. Поэтому мы снабжаем, а оно у нас качественное молоко. Давайте перерабатывать. Ну, если у нас итальянский пармезан делают из богородского молока, известная история. Хорошо, ну, и короткое пожелание нашим радиослушателям из своей отрасли, естественно. Пейте молоко, натуральное, полезное. И еще, пожалуйста, так сказать, знайте, что у нас в Кировской области современные фермы, а то вот бывает тоже в бизнес-чатах читая, что, ой, да у нас тут разруха, тут разруха. И надо гордиться, у нас действительно есть сильное предприятие, куда люди, не секрет, ездят даже из города работать в районы и работают. Там отличные современные офисы с компьютерами, чистота, порядок. И надо нашу наградную отрасль уважать, любить. И знать. Знать, да, особенно знать. Хорошо. Спасибо, Андрей. Это была программа «Разговор по делу». Вел я Андрей Усенков. В гостях у меня был сегодня Андрей Алтынбеков, руководитель дилерского центра компании «Гео» в Кировской области. Андрей, спасибо. Спасибо.